Вот говорили с Геннадием Гудковым о дворцовых переворотах, шпионских играх, о невозможности рассказать анекдот на ушко, параноидальных настроениях, что это просто вот эта репрессивная машина стирает все подозрительно на своем пути. Да, и началась, видимо, в России шпиономания, которая даже немного 30-е напоминает, что-нибудь такое. Плохо помню 30-е уже, конечно, но так как рассказывали, да, то, о чем говорили, то напоминает, и вот правда Геннадий Гудков просто сейчас вот в какую-то такую безысходность, да, писал такую из этих шпионских игр, слежений, что даже если кто-то захочет, то через час может быть вообще убит. Ну да, перекратить свое физическое существование. Давай разбираться в ситуации. Историк Яна Примаченко присоединяется к нашему эфиру. Яна, приветствуем вас. Здравствуйте. Яна, скажите, пожалуйста, как вы считаете, уже правильно проводить параллели с 30-ми годами Советского Союза с тем, что сейчас происходит в современной России? Ну, в определенном смысле. Конечно, масштабы отличаются, потому что если говорить про Советский Союз, про период большого террора именно к нему, вот, с ним как бы связано шпиономания, то в период с 1 октября 36-го года по 1 июля 38-го года в Советском Союзе было репрессировано 1 миллион 400 тысяч людей. Из них практически 360 тысяч по национальному признаку, потому что в Советском Союзе было проведено 13 так называемых национальных операций, то есть когда людей репрессировали прежде всего из-за их национальности. Самыми крупными из них, это, конечно, была польская национальная операция, в ходе которой было репрессировано 154 тысячи поляков или людей, которые как бы состояли в браке, в родственных связях с поляками. То же самое касалось немцев, японцев. Фактически это касалось всех национальностей, с которыми Советский Союз имел общие границы, и целью этих операций было, значит, уничтожить так называемую пятую колонну. Сюда также еще относятся харбинцы. Это люди, которые в свое время, фактически русские по национальности, которые жили на территории Китая, в Харбине, которые вследствие всех перетрубаций, связанных с революцией, как бы, реэмигрировали в Россию. И они тоже оказались под ударом. Почему? Потому что их тоже расценивали как потенциальных шпионов, которых могла завербовать японская разведка, использовать их против Советского Союза. То есть главным фактором здесь все-таки, кроме того, что фокус был на национальность, главным фактором была лояльность. Почему? Потому что в этот период также проходила кулатская операция, когда уничтожалось крестьянство, богатое крестьянство, которое составляло большую оппозицию советской власти, которая не хотела идти в колхозы, в том числе, конечно, и на Украине. Поэтому тут ключевая речь идет о лояльности. И то же самое мы сейчас наблюдаем в России. В России таким маркером шпиномании является вот этот вот ярлык иностранного агента, иноагента, который цепляет на все оппозиционные СМИ, на все оппозиционные организации. Мы знаем, что в прошлом году, буквально в декабре прошлого года, была закрыта правозащитная организация «Мемориал», которая как раз и занималась тем, что восстанавливала память о репрессированных, и занималась правозащитной деятельностью, вот их как раз ликвидировали. И одна из претензий была то, что они как бы отказывались вешать на себя ярлык иноагента. Хотя, конечно, это абсолютно-абсолютный абсурд. Но сейчас как бы в России те, кто выступают в оппозиции государству, они попадают под такой вот прицел. Они либо должны вешать на себя ярлык иноагента, что, в принципе, где-то можно сравнить с 30-ми годами шпиономании, либо же они должны подчиняться общим правилам. Поэтому ключевым здесь есть лояльность. Да, в определенных моментах это напоминает 30-е годы, потому что то, что сейчас происходит в России, это, скажем так, уже такой постмодернистский вариант тоталитаризма. Когда закрутить слишком жестко гайки нельзя, все-таки мы как бы живем в информационном обществе, информация, она просачивается, но тем не менее создаются определенные условия. И это, конечно же, ситуация всеобщества такого страха, недоверия в обществе. Это тоже такой яркий признак тоталитарных режимов. Почему? Потому что что боится тоталитарный режим? Он боится, что создадутся горизонтальные связи между населением, население выйдет, то есть люди выйдут массово на протесты и свергнут власть. И вот когда создается такая война всех против всех, общество становится атомнизированным. То есть все друг на друга смотрят, как на врагов, никто не доверяет друг другу. В таких условиях горизонтальные связи не создаются. То есть реальные оппозиции, как таковой, которая вот как в Украине на Майдане может выйти, вот это гражданское общество, которое может выйти, заявить о себе и сказать, что так не будет, в России нет. Это тоже вот один из таких вот методов шпиономании, нагнетания страха, недоверия внутри самого общества. То есть что самое главное? Это разорвать вот эти горизонтальные структуры, чтобы все, как бы каждый поодиночку не доверял друг другу. Вот понимаете, когда люди вместе, они могут составить какую-то позицию, они являются силой. Когда они разрознены, они силой не являются. Это то же самое, что, собственно говоря, делает Россия, когда, ну, используют против Украины эти разные там информационно-психологические операции. Они тоже нацелены на то, чтобы разделить, потому что наша сила как раз в нашем единстве. В том, что в Украине есть гражданское общество, несмотря на то, что оно очень так, в советские времена очень сильно истреблялось тоже. Да, но креатива хватает этим создателям репрессивной машины в Российской Федерации. Депутат Думы РФ Андрей Луговой предлагает давать за госизмену пожизненное заключение и лишать российского гражданства. То есть вы говорите, что вроде бы затягивают гайки, но не так сильно, чтобы бунт не произошел. Хотя тут уже возникает ощущение, что вот еще немного и резьбу сорвет. Да, да. Может такое быть. Дело в том, что да, в 30-х годах были массовые репрессии. В 70-х годах, когда тоже была оппозиция, были так называемые диссиденты. В 60-х, 70-х годах, вот в 72-м году тоже советская власть начала проводить репрессии против так называемых инакомыслящих диссидентов. И это уже были не массовые репрессии, это были точечные репрессии. То есть против тех, кто открыто выступал против власти. Почему? Ну потому что режим уже как бы устарел, ослабел. И, конечно, никто не был заинтересован в каких-то таких повторениях массовых репрессий. То, что происходит сейчас в России, я бы сказала, что существовал как бы такой негласный договор между обществом и государством. В общем, государство что постулировало российскому обществу? Если вы не интересуетесь политикой, активно в ней не участвуете, вы остаетесь вне политики, живете своей жизнью, уходите в магазин, смотрите свои сериальчики, и вас как бы политика не касается. Но когда Путин объявил общую мобилизацию, как говорится, политика коснулась всех. Тех, кто был вне политики, кто не выходил на протесты и кто, собственно говоря, не составлял оппозицию власти. То есть вот этот вот негласный договор между тем, что мы вас как бы не трогаем, вы не выступаете в оппозицию власти, он сейчас нарушен. Поэтому, конечно, тот баланс сил, который существовал в путинском режиме, который был создан путинским режимом, он сейчас нарушен. Но пропаганда все еще работает. То есть вот это вот как бы, понимаете, как бы если закрутить уже такую жесткую пропаганду, которая велась перед началом полномасштабного вторжения в Украину, это уже было то, что называется хейт-спич, то есть вот язык ненависти, когда формируется образ врага. И когда вот закручивается вот эта вот как бы спираль ненависти, она же должна куда-то выстрелить. Если она не выстрелит вовне, она выстрелит куда-то вовнутрь. Потому что как бы накручивать определенный градус эмоций, заигрывать с этим, это тоже как бы такая ответственность. Потом как этот градус снизить? Яна, вы говорили, что приводили пример Советского Союза, да, как там закручивались гайки и так далее. Но, тем не менее, украинцы сумели остаться и быть единым народом, да, собираться вместе против. Почему так не получилось у россиян? Почему они все-таки дали сделать из себя рабов, дали вот опять-таки пойти истории по спирали? У нас разная политическая культура. И в украинской политической культуре вот есть вот эта традиция Вечи, есть традиция казачества. Понимаете, Украина, она в своей политической культуре балансирует как бы на грани анархизма. То есть у нас всегда есть кто-то в оппозиции, кто будет чем-то недоволен, кто будет выступать, кто будет склонен к самоорганизации. Если вспомнить тоже гражданскую войну, как раз вызванную, ну, правильно говорить о гражданской войне России в Украине, потому что в самом деле здесь и была национально вызвальная война. И вот, собственно говоря, если вспомнить эту гражданскую войну, то как раз анархистские движения, тоже движение Махно, оно было характерно именно для Украины. Здесь очень как бы сильная вот эта анархическая традиция, здесь очень сильная традиция, скажем так, казаческая традиция. Это как раз те горизонтальные структуры, которые есть частью нашей политической культуры. В России этой части политической культуры отсутствует. То есть, собственно говоря, там изначально общество формировалось по понятиям царь и халу. Даже те же бояре, которые были при царе, они тоже были абсолютно бесправны. В любой момент царь мог их репрессировать, лишить всего имущества, казнить, расстрелять всю семью, сослать в Сибирь. И вот в 30-х годах мы наблюдали возрождение, скажем, вот этих вот имперских систем и взаимоотношений. Правда, с некоторыми поправками. Поэтому у нас абсолютно разная правовая культура. И это то, что как бы отличает коренным образом Украину от России. Даже если там, кто говорит на русском языке, но в политическом плане, в политической культуре мы абсолютно другие. И это, с одной стороны, нам очень помогает, но иногда это может нам как бы и мешать. Потому что, ну скажем так, анархическая традиция, она может идти как во благо, так и во зло. Поэтому тут как бы нужен разумный баланс. Но украинская политическая культура, она как раз очень сильна своими горизонтальными связями. И это часть культуры фронтира, потому что Украина формировалась на границе как военное государство. Если вспомним классическую китманщину, то это структура, которая административная структура, наложенная на военную. У нас были полки и сотни. Фактически само государство было организовано по принципу как армия. Потому что это было государство фронтира, которое постоянно как бы пребывало с соседями в ситуации военной. И именно вот эта вот ситуация фронтира, она создала в Украине вот эту политическую культуру. Когда, собственно говоря, нельзя ждать централизованного решения. Если враг у ворот, нужно консолидироваться, организовываться сейчас на месте, а подмога потом подойдет. И поэтому, конечно, это разная политическая правоответственность. Политическая культура это то, что формируется годами, это менталитет, это то, что иногда там называют популярно код нации. И вот это нас во многом как бы спасает и выручает. И поэтому, да, в Украине диктатура априори, она невозможна. Она не сможет здесь существовать дольше одного поколения. Ну вот видите, это и подвело так вот Владимира Путина, он учил какую-то другую историю, да, о которых он любит вспоминать в своих обращениях, которые не имеют ничего общего с реальной историей, вот на которую он в принципе и наткнулся. Да, кстати, вот он абсолютно, то есть, ну это самая главная ошибка россиян, они считают, что украинцы это те же самые россияне. Они абсолютно не делают поправку на политическую культуру. То есть у них есть понятие такое, что вот есть русскоговорящие люди, значит они часть как бы России, и значит они ментально есть Россия. Но это абсолютно неправильно. Ну да, тут еще нужно разобраться, что ментально есть Россия, да? Ну это да, это вот сложный вопрос, потому что Россия так как бы своей идентичности национально не сформировала. Вот есть только имперская идентичность, вот это их основная проблема. Да, но это совсем другая история уже. Да, эта проблема решается даже непосредственно сейчас, в тот момент, когда мы с вами беседуем. Ян, спасибо большое. Яна Примаченко, историк, за участие в нашем эфире. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!